Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему май для рыб. Это будет прогноз на месяц май для тех, кто родился под знаком зодиака рыбы. Мы рассмотрим с вами общую атмосферу грядущего месяца, сферу работы, финансов, любви и совет предостережения. Итак, уважаемые рыбки и всех, кто интересуется их жизнью, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. У нас будет один общий вариант для всех рыб, одна общая позиция, выбирать ничего не нужно. И давайте, начиная с общей атмосферы мая, посмотрим, что же готовит рыбкам этот месяц. Каким же будет май для тех, кто родился под знаком рыб? Важную роль в жизни рыб будет играть женская фигура. Мужчины, которые ждут от женщины каких-то шагов, ответа, возможно, нового знакомства. Скорее всего, это случится. Будет много важных разговоров, через которые рыбы получат важную информацию и впоследствии достигнут поставленных целей. Вот эти разговоры, которые ждут рыб в мае, они поспособствуют дальнейшему заключению каких-то сделок, подписанию документов, оформлению официальных каких-то договоров, договоренностей, бумаг и так далее. В целом месяц хороший, сигнификаторы хорошие у нас. Карта звезды – это достижение целей. Просто, знаете, для многих рыб достижение целей несколько затянется, выйдет за пределы месяца май. И в мае, да, будет подготовлена почва для достижения целей, а уже сами цели будут достигнуты несколько позже. Теперь давайте посмотрим, что ждет рыб в работе, в сфере работы. А в работе какое-то заманчивое предложение, где нужно быть предельно внимательными, где нужно поступать, вот прям, знаете, по справедливости. Потому что, судя по всему, на текущем месте работы обстановка вас как-то вот не радует. Четверка кубков – это состояние некой рутинности, состояние такого болота, когда все приелось, все надоело. Но будут возможности для того, чтобы, знаете, вот по дьяволу у кого-то это искушение заработать, ну, давайте скажем, нечестным путем, да, в обход общепринятых норм. Для кого-то это будет предложение о той работе, которая может казаться вам привлекательной. И вот здесь, посмотрите, король мечей – это, как правило, справедливость. Да, здесь может быть мужская фигура, это может быть начальник, руководитель и даже тот человек, который вам предлагает вот эту вот сделку с дьяволом, да, вот эту вот сделку. Поступи не так, как советует совесть, а так, как искушение тебе советует. Но здесь все равно нужно будет на чаши весов вставить все за и против. Здесь нужно будет поступать так, как по совести. Потому что король мечей говорит о том, что в любом случае, в дальнейшем ситуация будет решаться по справедливости. Даже если сейчас вам кажется, что текущая для вас ситуация, она ведет вас в некий тупик, в дальнейшем все развернется именно так, когда вот вся правда выйдет наружу. Все справедливые позиции, они станут на свои места и будут вознаграждены. Вот именно ваше противостояние вот этим вот искушениям, оно будет потом щедро как раз-таки вознаграждено. Что с финансами? Что с финансами рыб в мае? Королева кубков. По финансам. Вы знаете, опять же, интересный такой момент, когда вы будто бы в стороне от такого основного заработка. Все, что будет в дальнейшем, оно придет позже. Вы понимаете, что вы заработаете. Вы понимаете, вот скорее всего речь идет о том заработке, который рассматривали мы в сфере работы. То есть здесь какое-то искушение, какое-то предложение. В дальнейшем вы получите, вы получите свою награду, вы получите хорошие деньги, возможности заработать. Но вот именно май он вас как будто отстраняет немножечко от самых активных дел. Королева кубков. Это символ того, что вам хватает на какие-то удовольствия, на новые платья, на вкусную еду, на развлечения. Денег у вас хватает. Но все остальные такие вот, знаете, источники дохода, они откроются вам позже. В мае вы как будто бы должны подождать. И здесь действительно есть чего ждать. Вы в более поздний период, июнь, июль, да, то есть это летние месяцы, это более поздние сроки. И вы, конечно же, займете такие активные позиции, которые откроют вам дороги, откроют возможности для того, чтобы, вы знаете, новый источник дохода, новый проект, новая какая-то, знаете, вот сфера работы, которая действительно будет для вас интересной. Но это, скорее всего, знаете, касается текущего места работы. Здесь как будто новый проект открывается, да, новая какая-то сфера, новый филиал, в котором вы будете участвовать, в котором вы будете задействованы. И, скорее всего, здесь, посмотрите, вот женские фигуры из сигнификаторов, и здесь тоже кубковая королева, это как символ того, что хороший заработок, хорошие возможности, они придут к вам через взаимодействие вот именно с женской фигурой. Причем женская фигура вполне благосклонна к вам относится, и она знает, что она говорит, она будет вам что-то обещать, и обещать будут какие-то положительные моменты, какие-то вот такие лакомые кусочки. Теперь давайте посмотрим, что у нас в сфере любви у рыб. У рыб в сфере любви. Вы знаете, ну, опять же, если говорить о новых знакомствах, новое знакомство возможно для тех, кто его ждет. Как правило, вот рыцарь Пентакли – это молодой человек, это человек, который младше вас возрастом, и вы знаете, такой медлительный, неспешный, степенный. У кого-то это земных знаков зодиака мужчина, у кого-то это мужчина при деньгах, да, молодой человек при каких-то таких вот возможностях. Но дело в том, что любовь в мае для рыб – это не та сфера, которая будет развиваться бурно и активно. Здесь такое ощущение, что основные ресурсы у вас будут затрачиваться на сферу работы и на решение вопросов, связанных с работой. А в сфере любви здесь, знаете, вот умеренность – это медленное развитие. Да, с тем человеком, который уже есть в вашей жизни, здесь как будто аккуратно вы двигаетесь. Семерка мечей – это символ осторожности. Могут быть моменты, когда вы не в полной мере друг другу доверяете. Могут быть моменты, когда вам стоит быть осторожнее в совершении каких-то поступков. Но, вот вы знаете, здесь по итогу вы дождетесь того, чего вы хотели бы. Потому что и звезда, и рыцарь Пентаклей – это такие положительные карты, которые говорят о том, что долгожданное предложение вы получите. Просто здесь человек осторожничает. Ваш партнер, настоящий потенциальный партнер, он осторожничает. Он не хочет сделать ошибку. Он старается, знаете, вот передугадать какие-то такие события, которые могут стать негативными и предотвратить их. То есть он заботится, в свою очередь, в том формате, в том количестве проявляет заботу, насколько это возможно. Но, следуя осторожными такими неспешными шагами, он в конце концов придет к тому, что сделает вот этот шаг с подарком, с предложением, с каким-то предложением, который вас очень порадует. И нужно отметить, что в основе всего, что происходит у вас в личной жизни, лежат чувства. Туз кубков – это любовь. Просто здесь, знаете, нужно время на раскачку. У каждого своя ситуация. У кого-то это действительно то состояние, когда много сил, ресурсов тратится на работу. У кого-то это действительно то состояние, когда есть моменты, которые вызывают у вас в нем или у него у вас недоверие. Я про партнеров сейчас говорю, но, тем не менее, шаг долгожданный, он будет сделан. И он будет сделан с той позиции, что да, я люблю, и ты любишь, и между нами все хорошо, давай вместе мы дальше пойдем. Поэтому тенденция здесь неплохая, тенденция здесь очень хорошая. Далее давайте посмотрим, к чему рыбкам у нас стремится в мае. К чему стремится. Карта Мир. Движение вперед, выход на новый уровень. Но здесь нужно не бояться терять то, что нужно потерять. Здесь нужна некая такая, знаете, не то что трансформация, а принятие решений. И решение здесь нужно принимать здраво, рассуждая о том, от чего мы отказываемся и что мы в ответ получаем. Потому что звезды, они сулят движение вперед. Звезды – это движение к цели. И выходить на новый какой-то уровень здесь действительно нужно. Но вот этот выход на новый уровень, он, знаете, он подразумевает отказ от каких-то, ну, давайте скажем, возможностей, да, сторонних, которые второстепенные, которые не первостепенные для вас будут. И для вас нужно правильно расставить приоритеты. Для вас это будет в мае очень ценным, уважаемые рыбки. Принимайте решения, мыслите осознанно, руководствуйтесь разумом, потому что вперед двигаться нужно. И без определенного рода потерь здесь не обойтись. Причем, вы знаете, вам не нужно себя корить, винить за то, что вы от чего-то отказались, за то, что вы там где-то денег больше потратили, где-то возможности какие-то упустили. Потому что, на самом деле, решение, принятое вами, оно будет верным. Здесь, ну, на двух стульях усидеть не получится. Постарайтесь наслаждаться каждым моментом, который вы проживаете. Потому что, двигаясь вперед, вот именно в мае, вы реализовываете свой истинный путь, да, вы идете своей вот именно истинной дорогой, которую нужно вам пройти. С ее бенефитами, с ее плюсами, с ее минусами, потерями и так далее. А чего стоит остерегаться рыбам в мае? Чего стоит остерегаться? Семерка пентаклей, ожидание. Вот вы знаете, не нужно ждать у моря погоды. Важно действительно, то с мечей это принятие решений. И не нужно себя ограничивать, не нужно стараться закрывать глаза на те решения, которые к вам приходят. При этом, смотрите, восьмерка кубков – это умение оставить то, что вам дорого. Да, здесь от чего-то придется отказаться. Но то, что вам по-настоящему дорого, вот это лучше сохранить. Это касается принципов, это касается отношений, это касается целей и так далее. Придется выбирать, придется в любом случае делать выбор, и разум нужно будет подключать. Но долго не тяните, не ограничивайте себя в возможностях, не ограничивайте свою интуицию. На самом деле здесь нужно слушать свой внутренний голос. Но вот очень интересное сочетание – умейте вовремя принять решений. Не нужно здесь, знаете, вот бывает, перетерпели, да, перетормозили и проехали там кто-то свою остановку, кто-то удачный шанс. Поэтому вовремя принимайте решения. Поймите, что слишком долго ждать здесь не нужно в вашей ситуации. Да, какие-то основные события, они будут отложены, отсрочены на потом, но дольше положенного. Здесь, знаете, вот даже не знаю, какой лучше пример будет привести, не соображу сейчас. Но вот все, что вы сможете получить, здесь еще девятка кубков, она символизирует, знаете, умение вовремя остановиться. Вот все, что вы сможете получить, выберите сразу, не ждите дольше какого-то еще более привлекательного шанса. А вдруг дадут больше, вдруг предложат дольше, вдруг еще больше мое яблоко там вырастет, дыня, тыква, репка, кто угодно. Поэтому умейте вовремя сделать этот шаг, принять вот это решение, которое нужно будет вам, собственно, и принимать. Тем не менее, для вас, уважаемые рыбки, май будет месяцем очень хорошим, месяцем возможностей. Вам важно, знаете, вот как будто бы создать, подготовить ту почву, которая будет реализовываться уже в дальнейшем. Уже не только в мае, а в более поздний месяц, в летний месяц. Вы сейчас как будто подготавливаете почву. Все, что можно сделать сейчас, сделайте и делайте по максимуму. Вот такой был прогноз для рыб на май. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.